Долгожданное потепление для службы благоустройства Самары стало сигналом к усилению работ по аварийно-ямочному ремонту. Он ведется круглосуточно во всех районах города. Сейчас дорожные рабочие приводят в порядок покрытие на улице Антонова-Овсеенко. Ямочный ремонт выполняется в межсезонье, когда выполнять работу с горячим остальным пизоном еще нельзя. Но когда уже ведут температурные скачки, из плюсов вниз начинают образовываться самые массивные разрушения. Движение общественного транспорта, наличие воды и льда на проезжей части вызывает ускоренное разрушение проезжей части. Специальные комиссии с участием подрядчиков и кураторов со стороны заказчика регулярно проводят мониторинги, чтобы определить, на каких улицах дорожное полотно нуждается в ремонте в первую очередь. Основное внимание центральным улицам с высоким трафиком автомобилей и тем дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Главная цель ямочного ремонта – обеспечение безопасного и беспрепятственного движения автомобилей. Мы каждую весну уезжаем на дороги с целью определения наличия дефектов асфальт-бетонного покрытия, разрушения и так далее. Определяем дорога гарантийная или не гарантийная. Если дорога гарантийная, то дефекты должны быть устранены организацией-подрядчикам, которые производили ремонт данной дороги. Если дорога не гарантийная, то мы смотрим реакцию организации, которая осуществляет содержание данной дороги. Вышла она на ремонт дороги в рамках своего контракта с содержанием. Для ремонта применяют технологию, которая уже отработана. Разрушения заделывают литой асфальт-бетонной смесью. Главное условие – это соблюдение температурного режима. Состав можно применять при температуре воздуха до минус 10 градусов. Яму необходимо подготовить к заливке. Ее обрубают и придают правильную геометрическую форму. Прежде чем заливать смесь, мы ее продуваем. Также, видимо, мы ее прометаем щетками. И тем самым потом, чтобы не было там никаких грязи и воды, грубо говоря. А потом подъезжает кохер, это термобункер. И выливаем туда смесь. Рабочие выравнивают состав вручную, заполняя им все неровности на дороге. Дополнительной трамбовки катком при этом не требуется. Для застывания асфальт-бетонной смеси нужно несколько часов. На это время на отремонтированном участке выставляются дорожные знаки. В борьбе с дефектами дорожного полотна помогают и общественники. С помощью интернет-ресурсов они собирают информацию о состоянии дорог в городе. Мы сейчас понимаем, что погодные условия позволяют лишь сделать ямочный ремонт. Но мы ждем, когда погодные условия нормализуются. И тогда получится сделать качественный ремонт картами или целиком заменить дорожное полотно. Но это, конечно, все зависит от финансирования. В этом году при выполнении работ по ямочному ремонту запланировано охватить 15 тысяч квадратных метров дорог. Почти 30% объема уже выполнено. Ремонтные работы на самарских дорогах ведутся в круглосуточном режиме. Днем основной объем приходится на подготовку, а ночью – на заливку асфальт-бетонной смеси. В зависимости от погодных условий дорожной ситуации задействуют от 6 до 8 бригад. Максим Магомедов, Константин Головин. События.